Добрый вечер! Я приветствую вас на самом невероятном шоу страны. Сюрприз-сюрприз! Только у нас вы увидите истории, которые заставят вас плакать, смеяться и искренне восхищаться. Только у нас истории настоящих героев нашей страны. Для того, чтобы определить нашего героя, я попрошу режиссера сейчас вывести его имя на экран. Внимание! Ребят, я попросила вывести имя героя на экран. У нас какие-то проблемы? Ребят, вы меня слышите? Я попросила имя героя на экран. Ну, пожалуйста. Привит. В смысле привит? Что происходит? У нас проблемка? И почему вы меня называете мала? Мала-мала! Кто там? Меня не любит твоя мама? Мы встречались с тобой в школе? Это для меня самое-самое. А-а-а! Понятно. Боюсь думать о том, где наш режиссер сейчас, но понимаю, кто за пультом. И вы его очень хорошо знаете. Именно по этой фразе. Это, конечно же, замечательный дядя. Встречайте! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет! Виходь до нас. А, тата, тата, бери. А, сьом. Дианочка, ты в проекте «Сюрприз-сюрприз». Я знаю, что ты особливая девчинка. И ты очень отличаешься от многих подлитков. И я сейчас хочу, чтобы все присутние, все наши глядачи про тебя також узнали. Добре? ДИВИМОСЯ! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Народилась донечка у нас Викторія, и в роддоме начала задихаться. Виявилося, что сердце недорозвинутое, то есть только половина сердца. Наш лекарь сказал, что вы будете пить эти лекарства. Одна упаковка 19 тысяч гривен. Это на месяц хватает. У меня был шок, потому что для нас это большая сумма, и мы не знали, что делать. Я хочу это сделать, чтобы ей было легче. Я, папа Матвейка. Нашу маму назвать Марийка. Наш Матвейко горит. Матвейко горит. Женка обратила внимание, что сын держит голову постоянно в правую сторону и очка. Мы сделали МРТ и выявили кухлину 3 на 4. Мы сделали 6 химии терапий. Нужно делать трансплантацию в кисковом мозге. Мы знали, что это будет не дешево. 100 тысяч. Дружина плачет. Очень тяжело. Дружина. Дружина. Я просто увидела в состояниях, что люди начали кидать деньги. Я была шокована. Мы собрали необходимую сумму и начали лечить. Она нормально развивается. Она может бегать, она не синяя, у нее рожевые губки, рожевые пальчики. Мы бы не прошли это лечить. Благодаря Диане мы собрали 100 тысяч грн. Сейчас мы проходим высокодозовую химию и транспортацию кискового мозга. Мы без нее не дошли бы до этого. Я хочу, чтобы Матвейко выздоровел, и она взяла на руки, и он ей сказал спасибо. Это наша мечта. Один за одного подбайте, добро и ласку іншим дайте. И вам, старинца, его сдастся, робить для інших только счастье. АПЛОДИСМЕНТЫ Я знаю, что ты занимаешься этой работой с 10 лет. Ты действительно удивительный. Спасибо тебе за это. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ой, я даже не знаю, как-то маленько-помаленько ты начинал все стыгать. Я посмотрел на такую историю, и мне очень приятно. Слушай, ну ты очукувала… Плакать в середине, я слышу, у меня печет. Ну ты очукувала, что такая квиточка может заниматься такими важными делами. Янка, ты молодец. Я бы хотел подарить тебе от Дзизи подарок. АПЛОДИСМЕНТЫ И пакетик в него, диви. Именный. Прошу. Это для тебя. Дякую. Так. Ха-ха, класс. Там есть и зошит, и футболка, и календар, и подушка. А, и подушка. Дядя, так. Еще одно. АПЛОДИСМЕНТЫ Я планую зараз велике шоу по стадионах. И мы можем, когда будет в старию концерт, покликать Дианку какую-то такую спильную акцию зібрати для твоего фонда грошей. Классно. Ну, мы тебя сейчас поймали на слове. Доброе? Я ведь своих слов никогда не отмолвался. Кажу, что мы обменяемся телефонами, и сегодня Дианка – это мой друг. Ты рада? Да. Я маю для тебя сюрприз. Это был подарок. А еще есть сюрприз? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Скажи мне, пожалуйста, кому ты помогаешь на Райде? Сейчас я помогаю Аленте Беляеве. Она из Запорожья. У нее есть рак. Параллельно помогаю Ирене Бурте. Она из Львова. Сейчас проводят лекарство в Израиле. И размещают детей в себе на странице. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я знаю також, что с тобой нещодавно тоже произошло диво. Правда? Ты понимаешь? Прощай. Хочешь, мы на это подивимся? О, я сказал. Давай. Всем привет, я Катя Колесник. А я Леша Тритенко. И мы с вами находимся на съемочной площадке нашего любимого сериала «Колы мы вдома». К нам уже едет удивительная девочка Диана Татульска. Да. Она думает, что ее пригласили на запись самого обычного интервью для документального фильма. Здравствуйте. Добрый день. Меня зовут Катя. Когда я пришла Катя, мне сказали, что кто до меня? Диана. Очень приятно. Сегодня я буду брать у вас интервью. Она мне всегда понравилась. Всегда. У меня такой вопрос. Я знаю, что вы учитесь. Так. Хорошо учитесь или? Ну, добре. Явно есть какие-то увлечения, хобби. Займаюсь допомогою детям. Так, о чем сама мечтаешь? Я с детства мрюю стать акторкой. Мне вообще в любом сериале хочется какую-то роль, хочется какой-то эпизод. Очень мрюю. Когда человек хочет стать актрисой, актером, он, наверное, смотрит какие-то телешоу, сериалы. Дивлюсь. Любимый какой есть? Колыма в дом. Колыма в дом. Диана думает, что просто так попала в наш павильон. На самом деле ее ждет невероятный сюрприз. Тебе повезло, потому что как раз тут снимается наш сериал. Ты хочешь понаблюдать за тебя? Да. Идем, я тебя проведу. Я взагалі не могла поверить, что я попаду на ту площадку, потому что я дуже мряла действо подивитись, как они живутся, роблятся, как они говорят. Ты можешь наблюдать за нас, чтобы тебе как раз было видно только. Сейчас тут просто будет метушня, свет и все такое. Ты не обращай меня, Маша. Да, да, да. 4732 И начали. Бегу, мой маленький. Бегу, 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 бегу. Андрей, я тебе сто раз говорила, чтобы я больше эту гадость в нашем доме не видела. Ну как можно спутать плач Лехи с бобинатором? Я не понимаю. Можно подумать, ты идеально знаешь, как плачет твой сын. Да. Трогайте, я думаю, что я. Угу. Угу. Стоп. Кадр снят. Следующий кадр. Давайте быстренько все на площадку будем готовиться. А кто у нас с Софией играет? Нам нужна актриса сейчас. Где выборка, быстренько? Пригласите нам, пожалуйста, кофе на площадку актрису. Зовите Софию на площадку. А у них кричать Софии нет. А, вот же она. Диана, да? Проходи, проходи. Ты еще не понимала? Он такой, а я София? А я же софлота. А я такая, а я, а она не София? Дианочка. Это София! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Сегодня ты сыграешь с нами роль. Потом эпизод войдет в эфир канала СТП. АПЛОДИСМЕНТЫ КЛАСС, БОЖЕ! У меня был такой шок, что надо порадать словами. Не, ма, ви, 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 ви. АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас нам при ее, не снилось. Как ты думаешь, кто для тебя приготовил этот сюрприз? Ну, кто-то, кто-то, кто-то очень любит. Кто тебя, да, очень-очень. Пойди в шкафу глянь. Сюда? Ага. АПЛОДИСМЕНТЫ Это так, АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, коллега, держи, это тебе роль. Текст. Текст. На грим. Да, иди на грим, на костюм. Переодевайся, готовься, готовься. Учитывай текст. Затянство Эмбриэла по тропе ты хочешь в какой-то эпизод. Эмбриэл здесь нылась. Даша, ну мы идем на башансы. Тишина, пожалуйста, мотор плейбэк. Начали. Вот держи, от сердца отрываю. Так интересно, произвести с режиссером, произвести в компании, когда тебе что-то показывают, как правильно встать, что правильно сказать, то так классно. Стоп. Сцена снята с дебютом с Феррианочкой. АПЛОДИСМЕНТЫ Сюрприз получился. Взагалі супер-купер-клас. Мрязь бувається. АПЛОДИСМЕНТЫ Скорее, чтобы посмотреть на себя. Как я буду виглядати в кино, в телебаченні. Я знаю, что будет не скоро. Олечка Эвсириано. А ты знаешь, что сегодня в студии есть человек, которая уже смотрела этот эпизод и готова с тобой поделиться своим впечатлениям. АПЛОДИСМЕНТЫ Готова? Готова. Тоді зустрічаємо оплесками. Олексій Тритенко завітав на нас сьогодні, бо він єдиний, хто бачив результат роботи Діани. Здравствуйте, Алексей. Я очень рада вас видеть. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы только что видели, как вы сделали сюрприз для Діаны. Волновалась наша малышка? Невероятно волновалась. Вы были хорошим партнером? Это я бы у Діаны спросил. Потому что моя партнерша обычно говорит, нет, ты плохой партнер. Так спросите, плохой партнер был? Нет? Нет? Боже, как приятно. В конечном итоге получился очень симпатичный сюжет, который я уже видел. По правилам до эфира, конечно, нельзя показывать результат. Это правда. И исключений не бывает. Ну а поскольку сегодня сюрприз-сюрприз, этот сюжет ты увидишь прямо сейчас. Внимание! Добрый день! Заходь! Даже так выросла Софияшка. Марина Геннадьевна, у нас в школе будет свято. Мы хотели передать вам супер. Ой, очень приятно, да? Давай, сейчас. Извини, пожалуйста. Лешка плачет. Что, Лешина? Что? Андрей, я же просила, чтобы этой гадости в нашем доме не было. Очень смешно. Смотри, ну реально, ну ты как маленькая, третий раз уже ведешься. Ну как ты могла перепутать плач Лехи и Бабинатора? Можно подумать, ты идеально знаешь, как плачет твой сын. Трогательно и по-мужски. Да я даже знаю, как он чихает. Да? А все потому, что я супер батя. И мой батя был супер батя. У нас, Макаренко, это в крови. Слушай, Макаренко, ну выключи, пожалуйста. И чтобы я больше этого в нашем доме не видела. Снимай, пожалуйста. Снимай, пожалуйста. Снимай, пожалуйста. Угу. О, ничего себе, ты уже двадцать лет, это столько времени. Андрюха, Андрей Петрович, а ты кто? Я, София. Это ученица из моей школы, Андрюш. Точно? Точно. Видала? А счет все-таки? Бабинатор. Так. Ну ты про терминатора это-то слышала? Чему вас только в школе учат? Стой здесь. Это подожди, это в пять часов, получается, в актовом зале. Начало, да, будет? От сердца отрываю. Держи. А счеты такие? Это кассета с терминатором. Дома на видоке посмотришь. Начало? Капец. Слушай, ну браво. Особенно для меня ты актриса. Ну это правда талант. Я не видела твоего хвилювания. Это было очень удивительно, потому что, ну, обычно так, ну, правда у нас там новый сезон и много персонажей появляется. И профессиональные актеры приходят, но когда команда уже слаженная, достаточно сложно вписаться так, чтобы это, ну, выглядело на уровне. И Диана, да по-моему, со второго дубля сказала, так я лучше может вот так вот вообще сделаю. Я говорю, а это хорошо, это достойно, и я тебе желаю большой творческой карьеры, пусть она у тебя случится. Ну это дорогого стоит. Дай Бог. На ньому ты побачишь головну сторінку твого власного сайту. Ти можешь поширювати багато інформацій завдяки цьому сайту, и не треба буде сидіти в телефоні и по одній справе закривати. Сюрприз, сюрприз. Цей сертифікат даёт тебе права на сайт, тобто ты его власниця. Это, до речи, та компания, которая помогла нам разработать сайт. АПЛОДИСМЕНТЫ Приятно, когда ты так ценуешь то, что ты делаешь. Ты – великая людина, я пишусь тобой. Дякую. Это правда. АПЛОДИСМЕНТЫ Ты являешься надеждой нас всех, взрослых, на то, что есть что-то чистое, искреннее и настоящее в нашей стране и в нашем обществе. Поэтому держись, будь умничкой. АПЛОДИСМЕНТЫ От нашего неповторного ДІДІО. Зустречаемо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Діанка. Моя Діанка, твоя история дуже мене зачепила. Тому я хочу зараз заспівати пісню, яку ти дуже добре знаєш, але в такому виконанні я вперше її заспіваю. І знаєш що? Вона така сама, як ти. Неповторна, велична і з великою любов'ю. Для тебе. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ти позвонила, що розлюбила, і виїжджаєш в Америку. Мене трусило, спотіли руки, відразу впав я в істерику. Я чи кохам? Ай лав ю. Я тебе кохаю. Я тебе люблю. АПЛОДИСМЕНТЫ Я чи кохам? Ай лав ю. Ай лав ю. АПЛОДИСМЕНТЫ Ти їдеш в Штати, бо хочеш мати якесь нове увліченнє. По гороскопу ти була раком, короче сонця затмєннє. Я чи кохам? Ай лав ю. Я тебе кохаю. Я тебя люблю. АПЛОДИСМЕНТЫ Я чи кохам? Ай лав ю. Ай лав ю. АПЛОДИСМЕНТЫ Я чи кохам? Ай лав ю. Я тебя люблю. Диана, я тебя люблю. I love you! Короче, baby С тобой, maybe Я думал, мы уже расстались Ты блефувала, потому что так хотела, чтобы мы с тобой расписались. Иди до меня! Я приглашаю тебя на танец! О, чуешь! Я приглашаю тебя на танец! Я люблю тебя на танец! Я люблю тебя на танец! Я люблю тебя на танец! Это для тебя, Дианка! Дякую, это было так круто! Ой, Диана, дай тебе! Я предлагаю сделать общий селфи! Давай ты, все разом! Квиты для тебя, Зиронька моя! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Все зрители в зале устремят свои взгляды на экран! Их глаза будут наполнены верой и надеждой! Время определить нашего следующего обладателя денежного приза от партнера нашего проекта! Я запускаю колесо удачи и все хлоп и смотрят на экран! Поехали! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Партнер показу Мастеркард больше! Приемных сюрпризов будет больше! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Мне сейчас сообщают, что к нашей студии подъехал очень, ну очень важный гость, который определит нашего следующего героя! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Поприветствуйте! Мистер Рикки, мой помощник, который сейчас определит героя этой студии! Привет, Рики. Привет. Нет, ты посмотри, не хочет. Ни один мужчина меня так не игнорирует, Рики. Я знаю, кто мой следующий герой. И это, дорогая Вера, вы. Здравствуйте. Здравствуйте. Рики, отпустим. Спасибо тебе за помощь. Это реально сюрприз. Почему вы так удивляетесь? Мне кажется, что человек, который спасает животных более 20 лет, заслуживает внимания. Это очень неожиданно. И тем более признание. И за это мы благодарим вашу дочь Марину. Здравствуйте, Марина. Здравствуйте, здравствуйте. Марина рассказала мне, что вы спасли замечательную пару собак. Их зовут Люся и Панда. Правильно? Это брат и сестра. Их нашли на железнодорожных путях, где они лежали обессиленные, и никто не мог к ним подобраться. Это сделали только вы. Ледяной дождик такой моросил. Собаки были в ледяной корочке. Одна вообще не могла двигаться. А ее друг уже смог ходить, но он ее не бросал. И он лежал вместе с ней под поездами. Когда проезда проезжали, он просто ложился и прижимался к ней. Над ними, пока они там лежали, проехало около 40 поездов. Да, да. Одна из собак, Люся или Панда, вы сказали, что были практически в рисмерсе. Еще бы немного, и собака бы уже не выжила. Это было Люси, потому что мальчик пришел в себя быстрее. Первые сутки он лежал на путях и не вставал. А вот когда мы приехали на вторые сутки, когда нам сказали, то мальчик уже мог двигаться. И, в принципе, еще через день в нашем приюте он уже нормально вообще себя чувствовал. А девочка еще дня 3-4 она лежала. Кстати, хозяева очень переживали. Несравнимо ни с чем для них была потеря их любимых собак. И сейчас у нас для вас есть небольшой сюрприз. Фрис? Панда, Люси, 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 уже попрямлялся, слава Богу. Панда, где же? Здоровья, слава Богу, лучше, лучше. А панда, видите, такой, как медведь. После этого мы смотрим на него немного другими глазами, отверто говоря. Потому что дворовые псы, они всегда воспринимались как дворовые псы. А такого мы от них не ждали, правда. Это поступок истоки с великим сердцем. Человек вечером отпустил их, отвязал. А утром мы идем повязывать их, они их не имеют. Я очень мне не добре была. Я не могла ночами спать. Где они? Я переживала. Думаю, что холодина, знаете, и есть, не пить ничего. До меня дорогие они. Люси лежала, а панда стояла. Так, защищала сестра. Дякую, Верочка, чтобы это не наши собаки, это подоживали, и все. Остаро слава Богу живой. В сегодняшнем свете, жорстоком свете, мы не имеем возможности помогать людям. А эта людина помогает братьям меньшим. Верочка, я дуже-дуже дякую вам за вашу ласку и вашу доброту до моих собак. Какие красивые собаки стали. Смотрите, сердце радуется. Неожиданно. Марина, а почему позвонили именно нашей маме? Ну, потому что обычно, если что-то происходит с животными, то она первый человек, к которому обращается у нас в городе. Когда не было никаких приютов, животных просто отлавливали, ну и на мусорке очень жестоко убивали. Это было организовано властями города. Ну, она добилась того, чтобы это прекратилось. Когда я начинала помогать собакам, в отношении города и власти это вообще было... Почему? Это только вам одной надо, что-то изменить в этом городе. Для этого я создавала организацию «Помоги другу», чтобы я могла приходить и говорить, не только мне надо. Это потрясающе. Я даже не могу описать, насколько мне кажется, у вас большое сердце. Вы помните, когда вы последний раз отдыхали, например? Нет. Нет, такое же было давно. Я думаю, что мы готовы это исправить. Вы поедете путешествовать в Австрию, в Венгрию, в Словакию на целую неделю. Представляете? Там скоро вы будете. Я очень люблю старую Европу, это так красиво. Вы действительно это заслужили. Спасибо. Реально. Спасибо большое. Пообещайте мне, если вы будете стоять в аэропорту, а вам раздастся звонок. Из какой-то канавы. С железнодорожных путей. Марина, чтобы собака или кошечка осталась жива, подмените маму. Я думаю, что вы уже обучены. Выдающиеся женщины, а она пускай летит, отдыхает. С ума сойти. Это реально сюрприз. Вера, есть нечто такое, что приносит вам огромное удовольствие. Услада для вашей души. Я покажу, что это. Что это? Цветные какие-то карамельки, сушеные фрукты. Это бусинки. Это бусинки. Я знаю, что вы делаете из бусин потрясающие браслеты. Что вы занимаетесь в родиле. Мне очень интересно. Да? Да. Теперь эти бусины ваши. Пожалуйста, творите. Спасибо вам большое за то, что вы есть. Спасибо. Кстати, знаете, Вера? Вер? Вера? Вера? Знаете, что я решила? Помощник, выходи. Я, дорогая Вера, дарю вам сертификат на 70 тысяч гривен, на которые вы можете выбрать себе столько бусин, сколько вашей душе угодно. Спасибо. Спасибо. Это все сделала для вас ваша дочь. Я тебя люблю. Теперь любят еще и все наши зрители. Спасибо вам за то, что вы делаете. Вы потрясающие. Правда. Я очень рада нашей встрече. Для меня это большая честь. Спасибо вам большое. Действительно потрясающее шоу. В нем, возможно, абсолютно все. Друзья, очень здорово, что в этой студии всегда собираются прекрасные, но, что самое важное, неравнодушные люди. Хочется сделать сюрприз каждому из вас. Мне трудно это сделать, но мне кажется, я нашла выход, как это осуществить. У вас под сидениями прикреплены так называемые скретч-карты. Мы их достанем и поймем, что это такое. Поэтому сейчас сектор А я попрошу ручкой занырнуть под свое сидение и отклеить скретч-карту, которую мы усердненько прикрепили. То же самое прямо сейчас сможет сделать сектор В. Нужно стереть покрытие и прочесть, что там написано. Стираем, стираем. Кому-то монетка нужна. Девочки, портим маникюр. Это стоит того. Ну что, все стерли. Так, что у вас? Ничего. М-м-м. Ничего. У вас тоже... Ай, какая незадача. Тут усердно труд-труд-труд-труд. Нету. Везде пусто у нас. Покажите мне, что у вас написано. Хочешь шоколадку просто зараз. Справжнюю хочешь ты. Оу. Боже, какая огромная шоколадка там. А ну-ка открывайте. Это же шоколадка-сюрприз-сюрприз. И вам тут хватит целый ряд накормить. Дайте кусочек. Ха-ха. Очень рада была с вами познакомиться. Пожалуйста. Так, только сектор С. Куда руки потянулись? Нет. Достаньте, пожалуйста, скрэч-карты и сделайте то, что вы увидели только что напротив. Вытираем, вытираем. Можно колечком. Ничегошеньки, а ничего. Трататира там не повезло. На старайра-ра ничего. Что у вас? Вы выиграли селфи с ведучей. Есть у вас телефон? Да. А? Сойду. Давайте. Так, поехали. Есть. А, и я, чтобы сделать, конечно, лучшая селфи-палка. Это я. Лицо, давай, губки, губки. Уточка. Давай, как сейчас модно. Мечты сбываются. Прекрасно. Так, сектор Д, ну вы уже ждете, когда вы это сделаете, правда же? Давайте, стираем. Ох, самый активный сектор. Давайте, давайте, давайте. Какие замечательные у нас в студии сегодня гости. Впрочем, как всегда. Так, что у вас? Тут написано, вы ножи герой. А вы как будто бы даже и не удивлены. Алексей? Я, если честно, не знаю, как мне реагировать. Как думаете, а почему у вас стул пустует? Ну, потому что моя девушка только что выбежала и не успела найти свою карточку. Что вы говорите? А вы думаете, что у нас тут часто стулья пустуют? Все продумано, Алексей. Идемте со мной. Идемте. На диванчик. Пожалуйста. Вы знаете, мне ведь известно практически все о вас. И то, что стул пустует, это тоже так задумано. И вы узнаете, почему. И вообще, вы наш сегодняшний герой, Алексей. Помните, на днях съемочная группа одна снимала о вас? Я помню, да. Помните. Вы ничего не заподозрили, а я сообщаю вам, что это была наша съемочная группа. Я бы хотела, чтобы зрители с вами познакомились. Хорошо? Поехали. Раз, два, три. Главное, чтобы девушка пошла куда-то можно. Леша очень добрый человек, очень отзывчивый. В корпусе мы девушку ведем вокруг себя. Раз, два, три. Я чувствую поддержку. И я знаю, что этот человек рядом. Леша открыл школу пять лет назад. Уношен из дара преподавать. Сложно было, когда его не было. Леша пошел добровольцем. Он очень сильно любит нашу страну и готов на многое. Служил в Луганской области. Мне его очень не хватало. Когда Леша вернулся, он изменился. Говорил, мое время остановилось. Мне тяжело теперь сделать вид, что вот этого ничего не было. Надлом был. Но просто он его смог быстро пережить. У него было место, куда он возвращался. Была школа. Он воспонимал, что это и для него отдушина. И может быть, что для кого-то другого это тоже сможет стать некой отдушиной. И тогда его идея была о том, что проводить уроки для ребят-тошника абсолютно бесплатно. Смотри. Вот выходишь с этой ногой. Раз, два. И с этой прямой ногой сакаду делаешь. Я был занятым. Прошлое, да, оно все равно никогда не одевается. Ты периодически про нее вспоминаешь. И это был один из самых тяжелых моментов. После возвращения не очень честно хотелось общаться. Вот привыкал. Попытался спрятаться в работе. Это не то. Хочется что-то изменить в своей жизни. Загуглил. Аргентинская танка Киев. Позвонил Алексею. Он сказал, давай приезжай. Идем постоянно в одну сторону. Раз, два. Раз, два. Вышел. Крест. Леша пытается найти подходы к каждому человеку. Когда мы начнем общаться, стало понятно, что он тоже обслужил. Он понимает, какие проблемы могут быть у меня. Даже какие-то вопросы задаешь просто житейские. И покажет, и расскажет, и поддержит. Правая вперед, левая в крест. Хорошо. И в это выхожу. Хорошо, да. Понял? Давай. Полупородки. На занятиях по танцам более счастливые, чем повседневная жизнь. Это наполняет. О, оно вообще самое идеальное, что у меня было. Для ребят танго – это как поход к психологу. Только тебе не нужно говорить все словами. Ты среди близких. Тебя поддерживают. И тебе очень рады. Это лечит. Если вам нравится, продолжаем. Мне сильно танго помогло. С людьми началось нормально общаться. Я за это очень благодарен Алексею. Вот вы живете, занимаетесь своим делом. А это достойно уважения и достойно признания того, чтобы о вас узнали в нашей стране. Поэтому вы наш герой. Я знаю, что вы не для этого все это делали, но, тем не менее, примите мое личное признание тоже. Спасибо. Идея вообще преподавать для участников боевых действий АТО, она пришла именно там, как раз таки, на службе, когда мы попытались школу сделать. Это был Старобельск. И мы для нашей роты пытались сделать небольшие, как бы, курсы, чтобы они могли отвлекаться. Леш, а ведь там не до танцев. Конечно, там не до танцев. А как вам удалось все это организовать? Танго — это не то, что нужно делать из-под палки и по приказу. Согласен. Приходили те, кто хотел, кто решился попробовать. И вот они начали. И после первых уроков они говорили, что это действительно интересно. Это новые какие-то ощущения, которые они испытывали. И это отвлечение от тех задач, которые у них были. Мне хотелось делиться тем, что я люблю и тем, что я умею, с другими людьми. Ваша возлюбленная сказала, что вы вернулись к другим человекам оттуда. Что она имела в виду, Леша? Я помню, самые яркие ощущения были по возвращению сюда. А какие? То, что резкие реакции на все звуковые какие-то эффекты, похожие на звук или летящей мины, или звук разрыва. Например, пребывая в машине за рулем или еще где-то, когда слышишь какой-то громкий звук, будь то по радио или еще откуда-то, ищешь место, где укрыться. Тем не менее, вы не отказались от танго. Вы вернулись в школу, вы не пропадаете. И вот парень приходит в школу танго с вот таким травмированным внутренним миром. Что вы делаете, Леша, чтобы он начал улыбаться? Я никоим образом не выделяю их среди других. Я стараюсь им дать возможность почувствовать себя просто мужчинами, обнимающими женщину. Все, не более того. У вас это получается очень хорошо. Танго в вашей жизни появилось 6 лет назад. Да. Там же очень интересная ситуация была. Вы пришли сперва со своим другом Петром, если я не ошибаюсь. Правда же? Я должен был его сопроводить, чтобы ему было легче начать танцевать. Но он не пришел, а я пришел. Отступать было уже некуда. Это по-мужски. Вы сегодня пришли с своей девушкой Ольгой. Кстати, стул так по-прежнему и пустует. До сих пор пустует. Вас это не смущает? Мне этого... Подозрительно долго ее нет. Она как-то объяснила, куда она исчезла? Она сказала, что ей нужно выбежать. И достаточно долго она уже выбегает, нет? Да. Какие у вас есть предположения? Где она? Возможно, ее удерживает в какой-нибудь тайной комнатке. Ее взяли в заложники? По-видимому. Нет, у нас никакого насилия здесь нет. Мне кажется, что вы ревнивый мужчина. И, например, парни, которые выносят у нас цветы и подарки, такие красивые. И они тоже исчезли. И я дозваться их не могу. Что бы это могло значить? Я бы тоже нервничала на вашем месте, имея такую красавицу. Я по этому поводу не нервничаю. Не верю. Мы для вас приготовили настоящий сюрприз. Потому что я знаю, где Оля. Мало того, она будет не одна. Не буду вас томить. Наслаждайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Увидеть танцующего Петю, это для меня просто разрыв шаблона. Это все сделала и придумала для вас Оля. Потому что вы ей дороги, и потому что она, с чем я абсолютно согласна, решила, что вас должны узнать. Она вами гордится, правда же, Оля? Очень сильная. Я хочу вам, Оле, сказать большое спасибо. Это такой трогательный был сюрприз. Действительно, наблюдать большое удовольствие за тем, как вы это сделали. И сейчас я попрошу вынести для вас цветы. Дайте, давайте симпатичную ассистенту. Можно? Возьми. Это вам цветы. Так, Оля, мы тут с Алексеем немножечко поспорили. Я лично утверждаю, что он ревнивец. Это правда? Он был ревнивый все эти три дня репетиции. Допоздна. Каждый день. Ну, конечно, чтобы подготовить этот сюрприз, нужно было тайно встречаться, репетировать, держать в секрете. Как вам это удавалось? Первый вариант, который встретиться с подругой и погулять до вечера, не сработал. С репетицией срывались? Конечно. Первая репетиция у меня не удалась. А как вот уговорить мужчин сделать это? Оба Сергея занимаются у нас в школе. А Петя просто прекрасный человек, который любит авантюры. К тому же Леша всегда заставляет меня чувствовать виноватым, что я тогда, в тот день, еще на танго. И вы сейчас закрыли этот вопрос уже, да? Я поздравляю вас с дебютом. Я лично думала, что вы профессиональный танцор. Если Петя еще продолжит танцевать, я буду счастлив. Петя, вы продолжите заниматься танго? Ну, я приду еще на танго. Вы узнали музыку, под которую танцевали ребята? Да, конечно. Это сексета Милангера. А не ваша ли это любимая группа, которая исполняла эту музыку? Эта группа мне больше всех нравится. Серьезно? А знаете, почему я у вас это спрашиваю? Мне тут на днях доставили диск. Такой симпатичный диск. Автографов на нем очень много. Ну, я вам хочу сказать, что мне его доставили не просто так. Почитаю пока, что тут. История у него очень интересная. Мы связались с группой сексета Милангера. Они узнали о вас, узнали вашу историю, пришли в абсолютнейший восторг от того, что вы делаете. И захотели лично к вам обратиться. Немного. Танго, как вид мистецства, иснує уже очень много лет. Велика кількість музикантів та танцюристів хочуть додати щось нове в це мистецтво. І, правду кажучи, ти маєш в цьому великий успіх. Ти не лише насолоджуєшся танцем, а й допомагаєш людям. Ми дуже раді цьому і хочемо передати тобі цей диск, підписаний усіма учасниками групи. Бажаємо тобі найбільшого успіху у твоєму виборі, у своєму проєкті, і ми дуже раді, що наша музика звучить у твоїх рухах. І ми є частиною твоїх прекрасних виступів. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Дякую! Дякую! Дякую за перегляд! конечно а если я вам скажу что это расстояние которое вы обозначили как далеко вовсе не такое длинное то я вам не поверю а если я вам скажу что замечательных выдающихся людей живущих нашей стране мечты должны сбываться потому что они этого заслуживают вы мне по-прежнему не поверить по-прежнему не поверю а если я подарю вам билеты рейсом киев буэнос-айрес киев вы мне по-прежнему не поверить сюрприз сюрприз алексей вы полетите на родину аргентинского танго буэнос-айрес и научитесь там чего вы захотите вы будете там в городе вашей мечты пожалуйста давайте впечатляться прямо сейчас там все пропитана танка там вы будете очень скоро аргентин а ну что скажете мне что-нибудь по-прежнему еще не могу поверить в этом буэнос-айрес лететь долго очень долго но когда ты выходишь и вдыхаешь его запах вот это должно пахнуть я вас поздравляю наслаждайтесь жизнью дарите людям добро спасибо вам большое за то же столько счастливых людей живет нашей стране вы делаете лучше этот мир спасибо вам большое спасибо вам самого хорошего услышать в одном предложении слова буэнос-айрес поездка билеты с моим именем будет шок верьте в чудеса они случаются сюрприз сюрприз история за историей сменяются эмоция сменяет другую эмоцию но время сделать топ и сказать что время для зрителей зале сейчас час для денежного приза время для вас дорогие наши зрители я запускаю колесо удачи внимание на экран сектор c ваш сектор вам это хорошо известно надеюсь что ряд вы не перепутаете сидящие в четвертом ряду осталось только определить ваше место слева или справа думаете вы идет отсчет наших мест на это место три и понятно что это третий человек сидящий от алекса добрый вечер добрый вечер как зовут вас анна скажите анна вы можете сейчас предположить на чтобы вы потратили выигранный вами денежный приз как говорят на себя любимую надо обновить косметику помада румяна тени все надо и тушь надо и тушь надо не накрасив что вы никогда не выйдете из дома настоящая женщина получайте пожалуйста ваш приз покупайте косметику будьте красивы чувствуете себя красивой партнер показал мастер-карт бильше приемных сюрпризе в буду пища следующий герой особенный человек я точно знаю что он спортсмен и сейчас со мной на прямой связи его кумир лучшая триатлетка украины и юлия или стратова юля привет юль ты знаешь сегодня в студии находится герой которым мы будем поздравлять тебя любит считает своим кумиром маша мне очень приятно я тебе скажу что я тоже им очень горжусь мне нужна твоя помощь ты можешь помочь его найти да вот же максим здравствуйте здравствуйте это именно вы я все вас знаю я знаю о том что вы делаете для своего сына и это очень трогательно и важно что вы являетесь для него примером не нужно оборачиваться максим в другие стороны спасибо юлечка тебе за твои слова это именно вы и я идут вам присаживайтесь пожалуйста или вы сбежать хотите вы были удивлены максим это как-то невероятно все получается затем мы с юлей или стратовой имеем представление о том какими вы были раньше вы весили 10 лет назад почти 100 килограмм вас были вредные привычки очень много курили практически пачку в день неправильно питались и абсолютно не занимались спортом предпочитая ему диван все это естественно сказалось на вашем здоровье и физической форме но все изменилось с момента появления этого красавчик мужчины нашего александра когда мы понимали что у нас родится ребенок когда мы уже узнали впоследствии что будет мальчик ну как бы я начал задумываться о том какой образ жизни я веду и как это будет сказываться на воспитании вас номинировал на участие в этой программе ваш сын дай мне горжусь есть чем гордиться я с тобой согласна я хочу вам сказать что ваш образ жизни который вы избрали он достоин внимания достоин восхищения и достоин того чтобы мы сейчас все посмотрели пожалуйста я бегу потому что мой папа начал бегать и я повторяю его шаги за ним я бегу потому что я хочу быть примером для своего сына я бегу потому что это вносят гармонию в мою жизнь бегом занимается вся моя семья моя супруга мой ребенок санька сейчас настолько гармонично когда мы вместе занимаемся тем что мы любим что это уже образ нашей жизни это скид жизни мы не можем по-другому давайте перед твоим папе немножко больше расскажем вы достигли максим больших результатов важнее веса и этих радикальных изменений конечно только тот факт что вы помогаете другим людям максим вы принимали участие в марафоне цель которого была не просто пробежать дистанцию но и собрать деньги для помощи онкобольным в рамках этого марафона было собрано около ста тысяч гривен и я знаю что часть этих денег например была отдана на лечение елены дубинин для наших дней это весьма существенная сумма деньги собирать сейчас очень сложно спасибо вам за это большое скажите мне какие планы у вас хотел бежать марафон в вене супруга моя планировала бежать полу марафон у нас случились некоторые сейчас обстоятельства мы немножко наверно письменим планы свяну вы не полетите нет у вас возможности такой сейчас не получается возможно в следующем году дело в том максим что я бы рекомендовала вам очень по-дружески начать более интенсивную подготовку вот для марафона который имеет значение европейского масштаба марафона который возможно вы как человек занимающийся спортом ставите для себя как высокую планку вы готовы поехать и пробежать дистанцию 42 километра 195 метров конечно готов улыбайтесь потому что вы знаете где он будет проходить где будет проходить марафон европейского масштаба 15 октября вы что не знаете что он будет проходить в мастердаме и вы в нем участвуете не понимаю это большая планка гигантская для настоящих спортсменов это просто мечта вообще я как-то ну у нас были возможно планы поехать в марафон европейский но в амстердаме даже не мечтал это такая какая-то такая цель далекая вот которая это было бы очень здорово но это было показано совсем нереально теперь это для вас реально мало того вы сможете сделать все чтобы провести приятное время с вашей семьей в одном из самых замечательных европейских городов в амстердаме у меня слов просто ну что ира саша как вам такой сюрприз для папы это круто ну вот спасибо 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 правда ли что подготовка к такому марафону должна быть серьезно да это полгода минимум нужно работать с тренером целенаправленно и шаг за шагом к этому подходить не спонтанно нужно наверное работать с очень хорошим тренером да с хорошим тренером с профессиональным тренером а если этот тренер еще и тренер сборной украины патриотлону и зовут его эдуард понарин вы согласитесь стать его учеником конечно да вообще какие вопросы тогда вы можете ему сказать спасибо за то что он это сделает эдуард где вы выходите к нам присаживайтесь пожалуйста вы когда узнали эдуард историю максим вы были впечатления у нас такие ребята в стране живут конечно конечно если человек выбирает такой образ жизни и стремится стать примером для своей семьи это очень похвально а теперь скажите нам как заслуженный тренер сколько ему придется вкалывать ну я думаю для него не секрет надо вкалывать каждый день готов вкалывать целыми днями по два по три раза если нужно максим я вас поздравляю вы можете сказать спасибо своим родным а мы вам говорим спасибо за вдохновение пожалуйста не останавливайтесь вдохновляйте нас прежде всего своего сына здоровья вам терпения и сил мы ждем результатов марафона из амстердама до встречи посмотрите сколько разных героев сегодня у нас в студии но всех их объединяет одно они совершают поступки ради других людей и это прекрасно амстердам амстердам кроссовки и я бегу по этому городу я как ребенок знаете которому на новый год дед мороз принес подарок настоящий живой дед мороз амстердам 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 признаюсь вам я сейчас немножко волнуюсь потому что мы сегодня реализуем грандиозный сюрприз для одного из наших героев и помогает мне реализовать его мой друг саша пидан и сейчас я попытаюсь с ним выйти напрямую связь сашуль слышишь меня саша ты меня слышишь маша маша прием ну еще задание выконано объект земной взлетаю скоро буду отлично тогда мы начинаем ждем саша давайте прямо сейчас поприветствуем нашего героя здравствуйте это андрей богдан и ваша мама людмила мне очень приятно вас приветствовать студии вы в студии проекта сюрприз сюрприз не просто так вас номинировал ваш брат богдан он считает вас андреем настоящим супергероем я знаю почему он так считает и если позволите я сейчас расскажу об этом всем нашим зрителям хорошо пожалуйста внимание мне повезло с братом потому что он у меня добрый чуйный трубосовый все что я знаю в футболе это он меня научил он меня учил на воротах стоять как мяч хорошо ударить чтобы он влетел точно когда мы с ним ругались когда я был еще вердливый иногда давал позитивники чтобы успокоился я думаю что он правильно делал шкоду делал всю он просто андрей больше серьезней я рад что у меня такой старший брат если он не мой брат то я бы уже не был на этом свете андрей поспешал зайти до знакомой она на тот час купила маленький туценятку мы решили пойти его поделиться и по дороге я забрался на горку и бачил что из черной думаю снег какой из черной хотел андрея покидаться я это з горки прийну туда показалось что это просто люк открытый где была холодная вода Андрей почув, что шось там булькает в воде Богдан! и сразу прыгнула на спасатель и сразу прыгнула на спасатель мы пытались выбраться из этой канавы до выхода было приблизительно метра три дальше он взял меня на плечи и держал меня на плечах и сам был в гордоводке уже было темно и я начала телефоновать до Андрея и у него уже был отключенный телефон и мы сразу поняли что что-то случилось я перезвонил в милицию сообщил о пропаже детей обзвонил всем друзьям и потом все поприезжали начали искать и нигде их не было в воде было дуже холодно вода была ледена было что-то зима Андрей начал рассказывать сказки я уверял что все будет хорошо я тогда иду уже испугался я никогда не забуду все в душе была очень большая тревога и страх потому что у меня может не быть уже двух сыновей мы просто я и в холодной воде 7 часов я иду и до нас прибегли пецназовцы яки витянули нас а пришли они на допомогу бо их послал мой отец держи за спину держи за спину держи все все не бойся все не бойся сейчас достанем давай 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 нож нож вытягивай сообщили мне что дети нашлись думал что ничего в этой жизни больше не надо кроме ребят когда я увидела своих детей что они живые поцелу целовать плакать приливут счастья и радости когда увидел как он сидит укутанный одеялом он кричит папа папа мы провалились в яму мы подошел слезы чуть-чуть пушли Андрей говорит не плачь все хорошо ты плачешь все нормально мы живем ты плачешь маленький мужчина это это героический поступок спасти брата и столько простоять я за него готова видеть все он для меня не только брат он для меня герой покруче всякого спайдермена это очень тяжело смотреть я не не понимаю как это пережить как ты я тоже реву что-то делать надо с этим богдан твой брат супер герой ты это большой молодец что рассказал нам о нем это тяжелая история это я думаю никогда не забудется в вашей жизни все хорошо вы были еще 12-летним мальчиком так вы кинулись сразу туда за богданом не раздумывая как вы удержались там на протяжении 7 часов у меня были палки за допомогой палки я мог бы держаться чтобы не затонуть а так я одна не доставала звали для допомоги руками но никто и так и не появился было у него панека то что мы померем тут но я ему сказал что нас спасут чтобы он не хвилювался а я понимаю что уже все не будет шанса Богдан заснул у меня на руках я уже понимаю что никакой помощи не прийдет я начал уже подготовить к смерти то я уже просто морально настрою померти то есть это так но с другой стороны я например уберу а он проснется и что брата нет знаете хоть даже я бы не ходил бы но зато спас бы брата знаете для каждой людини самое главное дайте вашу руку спасибо вам большое аплодисменты аплодисменты я не грубую что-то не подвес да аплодисменты 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 ваш брат рассказал нам о том что и у вас есть человек которым вы восхищаетесь ммм вы даже с ним встретились не даже конечно звичайно ну давайте посмотрим вместе с вами как это происходило на гру между карпатами и шахтарем прийдут сегодня 40 тысяч фанатов и только для одного из них кто-то очень известный приготовил приголомшливого сюрпризу нашу снимальную группу мы замаскували под вболивальников и операторов которые ведут трансляцию увы а вот и андрей а это богдан молодший брат андрея и выгодник сюрпризу и наш земный агент богдан прием как у тебя дела прием прием кинчика кормушки будет орел гнездей я работал иначе агент прием проходим прием андрей с детства болевает за шахтар цикаго че зрозумие что сегодня его чекает дещо больше чем игра улюбленной команды что это написано красивая ну да может такой как бы конкурс конкурс да нет может наступная подказка наштовхнет на правильную думку супер давай ты первый тебе счастливый были прием прием подхожим до сектора 20-25 20-25 прием чего я крутой а кто ты споскологом я андрей андрей и дось уважает что стал участником конкурсу а сходит что для него цель неважно потому что на поле его улюбленец пять гол-кипаршахтарята звырной украины и ноль в руках таки гол 1-1 таки одни Шановне болевальники, раз у вас никуда не разходитесь, а не залишитесь на своих местах еще на деякий час. Терминовое оголошение от воротаря команды «Шахтар» Андрея Пьятова. Увага на экран. Привет, Харьков. Привет всем болей. Я Андрей Харьков. Воротарь Киркаш-Актер сборной Украины. Прямо сейчас на этом стадионе находится удивительный человек Андрей Жертанов. Да-да, ты. Я знаю, что ты спас жизнь в вашем правде. Ты продержал его семь часов на своих плечах, стоя в ледяной воде. И твой брат номинировал тебя на участие в проекте «Сюрприз-сюрприз». И здесь сегодня ты находил мои послания. Последнее я напишу на этом мете, когда мы увидимся через 15 минут во флеш-зоне. До встречи. Стадион, поддержите Андрея. Сюрприз-сюрприз-сюрприз. Сюрприз-сюрприз-сюрприз. Привет, герой. Здравствуйте. Очень горжусь с тобой. Поэтому очень приятно, что ты был у нас на игре. Мы с тобой познакомились. Для меня это честь, я восхищаюсь. Ставлю последний автограф с нашей команды, потому что я ждал. Ух ты. И хочу тебе футболку свою подарить. Смотрел все время по экрану этого человека и встретил его как бы сам. Можливо, все. Молодец, честно. Я думаю, брат доволен. Я, да. Великий вратарь пятого, что играю в сборную Украины. Я его увидел, пожалуй, в руку. Это было очень здорово. Так что не стесняйтесь, мы все такие же открытые. Все, до свидания. До свидания, супруга. Вообще, супер. Он все знал, да? И ничего мне не сказал? Я в футболку. Просто шикарно. Это его мрия. Он счастливый, я счастливый за то, что он счастливый. Почувствовал, что мечта сбылась твоя. Звучит. Планы у вас профессиональные, немножко другие. Вы сейчас студент. Так. Вы учитесь больше. Так, случайно. Расскажите, пожалуйста, какая у вас специализация, Андрей? Международная логистика. Звучит серьезно. То есть, груз доставки, экспорт, импорт. Вы бы хотели наверняка работать в какой-то большой логистической компании. Совсем скоро, возможно, даже прямо сейчас, твоя жизнь, Андрей, начнет лихо меняться. Это они все повышали, да? Сюрприз. Сюрприз. Внимание. Привет, Андрей. Меня зовут Оксана Яковлова. Я генеральный директор Международной логистической компании «ЖЕВКО» в Украине. Уже майже 68 лет компания надает свои логистические услуги в мире и 9 лет в Украине. На сегодня мы надаем услуги в майже 150 странах света. И все это благодаря нашей основной ценности и гордости нашим 12 тысячам работников. Я хочу приветствовать тебя, потому что компания «ЖЕВКО» надает тебе возможность пройти стажирование на протяжении одного месяца. в нашем офисе в Ротславе, в Польше, в отделе автомобильной логистики «Вантажей». Я очень надеюсь и верю, что этот опыт дает тебе возможность побудовать успешную карьеру в логистической индустрии. Вважаю тебе лучших успехов. До встречи. Да-да, сюрприз-сюрприз, Андрей, ты будешь стажироваться в польской компании «ЖЕВКО». Это письмо официальное на твое имя, это приглашение свидетельствует о том, что ты теперь имеешь огромную возможность стать лучшим логистом. Супер. Спасибо большое. Все это делает потому, Андрей, и что ты настоящий герой. Спасибо тебе большое. Ты учишься в Польше уже сколько лет? Два. Два года. А близкие твои друзья, они там с тобой? Ну, не совсем. Друг, с которым ты учился в Суворовском училище, его зовут? Игорь. Игорь. А где он учится сейчас? В Праге, в Чехии. Говорят, что расстояние меняет отношения, портит их или разрывает. Бывает такое. Но только в тех случаях, когда у тебя нет хорошего друга, а у твоего друга нет вертолета. Саша, слышишь ты меня? Маш, не хвилюйся. Все нормально, товар достал в Сище 79 килограммов. До встречи. Спасибо тебе большое, Сашенька. До свидания, звертайся. Спасибо. Let's go, как-то кажется у нас на Хмельничине. Андрей, у тебя есть предположения, кого привезли в студию, кто весит 69 килограмм. А? Тогда встречай. Сюрприз, сюрприз. Посмотрите, кого вы доставили специально для Андрея. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, Игорь. Ну что, Андрей, ты удивлен? Пишу правильно. Мы с ним уже почти год увиделись, соскучились. Когда вот вам говоришь, Андрей Жавтонок, что вы думаете? Он добрый, отзывчивый, всегда поможет. Что он пример для всех, правда же? Ну как я знаю, сам Андрей не любит, когда это вспоминает. Мы это уже сегодня увидели. Он очень стесняется и прячет свои эмоции, но это говорит о его скромности. Я думаю, что вам есть о чем сегодня поговорить. Наверняка есть много тем для обсуждения. Пускай все твои мечты всегда сбываются. Я тебе искренне этого желаю. Наслаждайся общением со своим другом. А для Людмилы я попрошу вынести сейчас цветы. Пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Богдан, ну что, получился у нас сюрприз? Да. Спасибо вам, ребята. Вы замечательная семья. Вы прекрасный пример для всех. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну а мы продолжаем, ведь впереди у нас еще очень много потрясающих историй людей, которые заслуживают признать. АПЛОДИСМЕНТЫ Класс. Программа делает невозможное возможное. Все круто. Сюрпризы, слезы счастья, много эмоций в этой студии, но момент третьего розыгрыша наступил. Внимание на экран, сейчас мы узнаем, кому же достанется следующая уникальная карта. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, пожалуйста, это сектор. Сектор Д, привет! В ряду номер два. АПЛОДИСМЕНТЫ У нас потенциальный счастливчик, сидит он на месте. Место один. АПЛОДИСМЕНТЫ Поздравляю вас, представьтесь. Я зовут Оксана. Оксана, вы знаете, какую вы мечту будете исполнять с помощью нашего подарка? Нет. Желаний много, еще не знаю. Первое, что в голову приходит? Сынушку докупить. Вот, настоящие мамочки у нас сидят. Сразу сыну что-нибудь куплю. Спасибо большое. Поздравляю вас. Партнер показа Мастеркард Бильше. Приемных сюрпризов будет Бильше. Уважаемые зрители в студии, сейчас вы непосредственные участники всего происходящего. Попрошу вас каждого заглянуть под свои сиденья и... Обнаружить там что? Так. Ну, кто что? Флажки, конечно же. Достаем флажки. Покажите мне ваши флажки. Здорово. Всех есть. Сейчас у меня к вам большая просьба. Поднимите, пожалуйста, флажки те, у кого есть домашние питомцы. У этого сектора как-то больше. Держим флажки и слушаем меня внимательно. Теперь мы опустим флажки только те, у кого меньше пяти домашних животных. Есть один, два, три. Этот сектор совсем исчез. А сейчас я попрошу опустить флажки тех, у кого меньше десяти. Здесь размахивают два флажка. Здравствуйте, дорогой Михаил. Это вы, наш следующий герой и ваша жена-любовь. Выходите к нам, пожалуйста. Я знаю все о вас. Ваша жена-любовь рассказала мне, что у вас живет более тридцати животных, которых вы благополучно спасли. Это стоит признания, стоит отдельного разговора и, конечно же, сюрпризов. Ну что, неожиданность для вас? Неожиданность. Вы очень молодая пара. Все пары как-то традиционно знакомятся в кафе, у друзей, на улице. Но вы познакомились. Где, Люба? На чердаке мышей спасали летучих. Вы спасали на чердаке летучих мышей. У меня вопрос, почему вы там двое оказались? Я летучих мышей люблю и живу недалеко. А Люба? Я летучих мышей не люблю, но тоже живу недалеко. Просто животное, которое нуждается в спасении. Ну, это не разовая акция, то есть мы ежегодно теперь спасаем. Это проходит постоянно, и сейчас у нас тоже в холодильнике сидит 40 штук мышей. В вашем домашнем холодильнике 40 летучих мышей. Ну как, они не... Зачем их они там? Они там спят. Они охраняют еду? Январь, февраль, март – это месяцы, когда мы в спячку помещаем летучих мышей. Тех, которые раньше вылетели из своей зимней спячки, и они не смогут выжить в природе. Мы их вылечили и окольцевали, и отпустили. Насколько я знаю, что вы расширили как бы свое действие, у вас есть команда. Команда спасения животных города Киева. Изначально у нас команда состоялась из двоих людей, то есть Миша и я. Старшие спасатели оба. И сейчас ваша команда насчитывает сколько человек? 10 человек. 10 человек. 10 спасателей, и есть волонтеры еще, которые стажеры, которые учатся. Я сейчас хочу обратить внимание всех наших зрителей на видеосюжет о том, как вы спасаете животных. Поэтому, пожалуйста, внимание, смотрим. Мы идем спасать ребенка из источника анализации. Пускаемся в пещеру за щенками. Вперед! Поехали! Больно, больно, больно. Больно, больно. Не знаю. Боженьки, боженьки, беды, 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 беды. Новорожден совсем. И холодный. Ты живой, ты мертвый. Это заражение будет, это лечить надо. Выпускаем душ спасенную. Давай, 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 давай. Ой, ты моя лапа. Какие же вы молодцы. Я думаю, что мы увидели только малую часть того, что вы сделали, проделанной вашей работой. Спасибо вам огромное. Вы большие молодцы, ребята. Если вызовов много, если те 10 человек, которые работают с вами, они волонтеры, соответственно, работают бесплатно тоже. Насчет волонтеров и бесплатной работы, это отдельно. То есть мы берем оплату за свой вызов, если человек, который нас вызывает, способен оплатить этот вызов. А если не способен, то работаем бесплатно, соответственно. Я знаю, что все полученные деньги вы тратите на бензин, лекарства для первой медицинской помощи животным, необходимое снаряжение. Всего этого вам очень не хватает. Ребята, скажите мне, пожалуйста, а как вы передвигаетесь по городу? Ведь нужно очень быстро это делать. У нас есть три автомобиля. Волга, Раф и Жигули. В каком они состоянии? Они в очень плохом состоянии, так как это старый советский формат с автомобилем. Соответственно, плюс пробки. Увы, да. Очень часто там, где нужно оперативно приезжать, мы просим людей на месте, мы консультируем по телефону. То есть я или другой диспетчер рассказывает, что можно сделать до приезда спасателей. Я думаю, ребята, что с момента попадания в вашу студию сюрприз-сюрприз, вы будете успевать намного быстрее и выполнять вашу работу намного эффективнее. Идемте со мной. Пожалуйста, зрители, поддержите нас. Время больших изменений в жизни этой замечательной молодой пары. Так, идемте. Сейчас вас ждет настоящий сюрприз-сюрприз. Это 10 комплектов специализированной формы для вас и для вашей команды волонтеров. Вы видите, что она приспособлена совершенно для любой погоды. Но это, ребята, еще не все. Внимание! Тан-тан-тан-тан-тан! Та-дам! Эти два специализированных мопеда приспособлены специально для того, чтобы вы могли заниматься своим прекрасным делом. Можете на них перевозить животных. Вы можете добираться в любую точку стремительно, потому что они специально сделаны и разработаны для того, чтобы ваша работа отныне была легче и эффективнее. Люба, ну как вы? Да, спасибо вам огромное. Форма очень актуальна. А мопеды еще более актуальны. Посмотрим, мне самой интересно. Видите, здесь полный комплект. А, там и летняя. Посмотрите, все есть. Давайте. О, быстро. Девочка быстрее меряет. Удобно? Да. Миша. Это друзья нашего проекта. Они нам предоставили эти костюмы, за что мы им очень сильно благодарны. Скажите мне, пожалуйста, удобно? Это то, что вам необходимо было? Я вижу функциональность корзинка плюс, то есть можно здесь поставить переноску, здесь можно... Здесь можно поставить большой ящик для собак. Травмированное животное, видеть, когда везешь, как оно себя чувствует. Ребят, они разработаны и сделаны специально для вас. Я уверена, что они вас не подведут. И теперь у вас таких проблем с передвижением не будет. Супер. Мы мечтали как раз о мопеде. Сюрприз, сюрприз, ребята. Счастливо. Ну а вы теперь знаете, куда звонить в случае, если вашему животному нужна помощь. Мотоциклы нам очень необходимы были. Это наша мечта. Команда будет работать эффективнее теперь. Партнер показа мастер-карт больше. Приемных сюрпризов будет больше. Определить наших следующих героев не поможет новейшее чудо техники. Ну а как еще? Как еще находить выдающихся украинцев страны? Посмотрите, что у нас на экране. Мы сделали вот такую карту в цифровом разрешении. Сейчас мы увидим красную точку. Это наши герои. Увеличение показывает нам, что они в Украине. Отлично. Недалеко от Киева. Тоже неплохо. Место наша съемочная площадка. А вот где точно они находятся на съемочной площадке, я думаю, что мы узнаем ровно через секунду, когда их лица появятся у нас на экране. Они находятся в секторе «Б». И в третьем ряду сидят. Зовут их Олеся и Снежана. Привет, девочки. Я вас искала. Искала долго и, наконец, нашла. Выходите ко мне. Здравствуйте. Я Маша. Проходите. Я очень рада с вами познакомиться. Мы вас ждали. Ваша история, она очень сложная. Она драматическая, можно сказать. Наполнена слезами, переживаниями. Вы не волнуйтесь. Давайте будем знакомиться, общаться и все по порядку. Хорошо? Внимание. Меня зовут Олеся. Мне 29 лет. У меня большая дружная семья. У меня есть муж. Трое замечательных детей. Отца, я каблуку. Это кто такие? Лиситя. Давай. Есть здесь сестричка Снежана, самый друг, близкий. Я Гуменюк Снежана Петрівна. Мне 24 лет. У меня двоя диток. Денис. Не боялись, Денис. Они моя любовь, моё все, что есть в мене. Есть и брат Петя. Еще Петя маленький будет. Неизвестно, где он. О, год и три уже. Жили он вообще. Есть и Лиза, и Валя, сестрички. Все самодельно. Маме. Люба, матуся, дорогие тебе дети. Петя, Снежана, Лиза, Валя, наша семья. Широ вітаю тебе с днем народжения. Бажаем тебе, чтобы тебе сонечко посмехалося. Счастье, главное здоровье. Папа пил. Очень пил. И она с ним вместе начала пить. Он выпьет, и он начинал ее бить. Садился сверху. И как мужика ее бил. Кулаками. Она умерла, ей было 31. Просто такому удалю. Я плачу. Нас сначала забрали в интернат. Старшие детки и маленькие дошкельнятки. Лиза, и Валя. Они были в отдельной группе. Они отдельно спали. И вот я на каждой перемене бегала туда к ним. Кто-то знает чему-то у гостя, кусочком торта, а мы его всегда несли, чтобы поделить на пятих. И когда мне подружка сказала, что их удочеряют, я не поверила. Когда я зашла в кабинет директора, я увидела, что вот они сидят на руках у чужих людей. Валя сразу побежала ко мне на ручки. Она цеплялась за шею, ей давали конфеты. Она плакала и кричала, что не хочу. Ну, что я могла с этим сделать? Чего мне было тогда. 13 лет. Очень больно. 15 лет в этом вот в небу, как я их не видела. 15. Я очень надеюсь, что я встречаюсь с моими меньшими сестрами. Просто обниму и прижму до себя сильно и скажу, что я их очень сильно люблю. Что мне их очень сильно не хватает. Ну, конечно, без слез. Смотреть сложно эту историю, девочки. На два часа опоздали, чтобы проститься со своими сестрами. Как такое могло получиться? Ну, получается, что их забрали уже в санаторий. А я еще была в интернате. На каникулах летних. И когда я приехала в санаторий к ним же, то есть я не успела. Их забрала семья, которая в итоге их и удочерила потом, да? Расскажите про отца. Как потом выстраивались ваши отношения? Он обвинял вас, я знаю, в том, что девочек забрали. Да, было такое. Да, было такое по пьяни. Он там говорил, что это ты виновата, потому что ты там к ним не ходила, там за ними не смотрела. Ну, это ты виновата. А в чем виновата? В том, что их удочерили? В том, что их удочерили, да. Но вам же было всего 13 лет, вы, Снежана, еще младше. Ну, это, видно, было так удобно отцу кого-то обвинить. Ну, не себя, а кого-то. Он говорил вам какие-то страшные вещи. Якобы девочек... Что их забрали на органы, не дай Боже. Как вы с этим жили, девочки? Мы ему всегда казали, что вы не живете в здоровье, мы их найдем, мы рано или поздно увидим. Ваших двух младших сестер усыновилась семья из Италии. Соответственно, у вас был адрес в Италии, куда вы писали письма. Правильно. Получали ли вы ответы? Нет. Сколько писем вы написали за это время? Ну, может, 20. О чем они были? Я просто просила, чтобы они написали, что они живы-здоровы. Всего лишь, если они не разрешают им писать, и не хотят, чтобы они знали, что вот у нас, у них есть мы. Вот, я просила просто родителей, что напишите, что они живы-здоровы. Всего лишь нас. И? Ничего. Ни единого ответа вы не получили. То есть на сегодняшний день вы вообще не знаете, где они, что с ними и как. Да. Наверное, родители, там, ну, их неноги не разрешают с нами общаться начали. Это обидно. Я также знаю, что у вас есть брат Петр, о судьбе которого вы тоже сейчас ничего не знаете. Ничего не знаю. За два года практически мы не виделись. Он даже не позвонил и не поздравил ни с Новым годом, ну, вообще абсолютно ни с какими праздниками. У вас есть предположение, почему так произошло? Он не мог просто вот так вот взять и отказаться там от нас. Девочки, мы искали вашего брата. И искали достаточно долго. И вот, что нам удалось выяснить на сегодняшний день. Он какое-то время, до 15-го года, работал в Киеве. Нам известно, что последний раз его люди видели в канун. Нового, 2015-го года. Затем он тоже пропал. По неофициальным данным, его считают без вести пропавшим. Он не выезжал при этом за границу. И нигде его паспорт не фигурировал ни на одной границе, ни на одном вокзале Украины. Это вся информация, которая у нас есть на сегодняшний день. Но мы обещаем, что мы будем продолжать поиски вашего брата Петра. Однако ситуация вот такая. Печально. Это правда печально, но это не конец. И я сказала, что мы будем продолжать. Еще у меня есть для вас новость. Мы также искали ваших сестер. И давайте посмотрим, что у нас получилось. Внимание. Привіт. Меня зовут Елизабета. А это моя цуциняк. Мне 22 лет. И я вам передаю величезное приветствие из прекрасной Сицилии. Я студентка. Вступила в факультет психологии. У свободный час я учусь. Обожню заниматься спортом. Слушаю музыку. А також проводжу час зі своїм цуциням. Життя в Сицилии прекрасне. Я дякую тем людям, які подарували мені це чудове життя. Моя мрія – зустрітися з моими сестрами. Думаю и дуже сподіваюся, что это будут надзвичайные эмоции и для них також. Не дочекаюсь, когда всех увидев и местно всех обойму. Передаю вам витания из Сицилии. Це ваша сестра Лиза. Она живет в Італии. Як видите, жива, здорова. Хорошенькая, на вас похожа. Все с ней в порядке. Вы об этом можете не переживать. Хотелось бы обняти? Я вас понимаю, что хотелось бы обнять. Понимаю, чувствую это. Ну, она слишком далеко. Очень далеко она живет. И вы видите, что она не говорит ни по-русски, ни по-украински. Она говорит по-итальянски, потому что с самого детства она живет в Італии в итальянской семье. Вы понимаете, что Сицилия, остров в Італии, это не ближний свет. Я сейчас могу показать вам на карте, где она находится. Она тоже будет обозначена красной точкой. Посмотрите, остров Сицилия. Красная точка – это там, где находится ваша сестра, Италия, как я уже сказала. Остров. Вот местность Чефалу называется. Вот там она и проживает. Подождите. Точка у нас начала двигаться. передвигается стремительно, и я так полагаю, что сестра уже не там. На самом деле, она намного ближе, чем вы можете себе представить, и уж тем более, чем вы ожидали. Она в нашей студии, девочки. И сейчас вы сможете ее обнять. Встречайте. Ваша родная сестра Лиза. КОНЕЦ КОНЕЦ 15 лет прошло с тех пор, как вы виделись в последний раз. БОНА СЕРА! Синьорина Элизабета! Ай, Мария! Как я уже сказала, Лиза не говорит по-русски, по-украински, но у нас есть переводчик, а вы, Лиза, будете слышать перевод нас. Вы приехали и сделали счастливыми своих сестер, которые 15 лет пытались вас найти. Лиза, скажи мне, каково это обнять своих родных сестер, которых вы не видели 15 лет? Найкращая эмоция, яка в мене могла выникнуть. Это правда, мы это видим. Что вы почувствовали тогда, когда вам сказали, что у вас есть возможность их увидеть? Я навіть ни хвилину не зомневалась, чтобы відповісти, так чи не. Звичайно так. Вы наверняка представляли этот момент. Он выглядел именно таким. Я всегда надеялась увидеть ее, увидеть ее, увидеть малю. Когда-нибудь вообще всем вместе собрался в пятерем большой дружной семьей с нашими детьми, с семьей. Лиза, скажите мне, пожалуйста, знали ли вы о существовании тех нескольких десятков писем, которые вам писали ваши сестры, старшие? Нет. Я понимаю, сейчас мне рассказали про это, но в любом случае я сама их пыталась встретить, я их шукала. Я очень, очень надеялась найти их и весь час пробовала найти любую возможность для этого. Девочки, у вас есть еще сестра Валя, и она самая младшая. Да. Олеся, Снежана. Она приехать не смогла. Я думаю, что мы ей можем это простить, вы сможете и понять ее. На сегодняшний момент она не готова к этому шагу. У нее очень небольшие воспоминания об украинском детстве, и ей нужно дать немного времени. И я думаю, что обязательно в скором времени у вас получится встретиться. Лиза, а хотите ли вы познакомиться со всеми вашими племянниками? Знаете, что у вас их целых пятеро, да? Да, да. И вы сможете это сделать прямо сейчас. Они все в нашей студии, а вы впервые в своей жизни увидите своих родных племянников. Встречаем, пожалуйста. Я с удовольствием приглашаю в нашу студию Веронику, Настю, Софию и также мужей Снежана и Олесь, Руслана и Виталия. Ну-ка, ну-ка, жду вас здесь на диванах. Привет. Посидишь со мной рядом, да? Присаживайтесь. Привет, София. У тебя самый большой кусок дивана, тебе два года, конечно. Я сказала, что будет пять племянников, а их четверо. Кого не хватает? Денис. Где Денис? Ну, ничего, бывает, пускай выздоравливает. Мне кажется, что Лиза уже нашла общий язык со своей племянницей, самой младшей. Я обожаю детей. Цена и краще. Сперва у вас было только двое в этой студии, Лиза. А теперь целая семья. Ваша большая, настоящая украинская семья. Фантастично. Это чудово. Я хотела бы сказать им одну вещь. Я почула то, что сказали про нашего батька. Что я могу сказать, что они в никаком разе не должны чувствовать нижнего отчетов. Потому что в любом разе вся ответственность лежит на нашему батьку. Вы всегда были рядом с мною. Я все помню. Я никого этого не забывала. Это только правильный отец. Как не вас. Лиза, это достойное признание. Я думаю, что им нужно было его услышать. Спасибо вам. Вы знаете, у меня такое ощущение, что вам хочется оказаться дома на кухне и говорить бесконечно, не замечая времени обо всем, что накопилось за эти 15 лет. Мы вас искренне поздравляем с этой долгожданной встречи. Спасибо большое. И желаем вам больше никогда, никогда так надолго не расставаться. Я бы хотела сейчас вспомнить о Валентине, младшей сестре, которая не приехала сегодня. Валентина, вы хоть и не приехали, но знаете о том, что сегодня происходит в студии и, возможно, даже нас сейчас смотрите. Посмотрите. Посмотрите. Это счастье, это любовь, это родство. Возможно, вы найдете в себе силы увидеться с вашими сестрами, потому что, поверьте, они вас очень сильно любят и очень ждут. сердце, что я сестру, которая не гдела 15 лет. Мечты должны сбываться. Никто и никогда не сможет убедить меня в обратном. Ведь в нашем шоу возможно абсолютно все. Уверена, вы знаете людей, которые совершили невероятный поступок. Расскажите нам о них. Электронный адрес вы видите сейчас на вашем экране. А я говорю вам до встречи. И уже в следующую пятницу мы вновь будем удивлять вас. Девица истории новых героев уже наступной пятницы. Зоя у нас первая спортсменка на Украине, которая метает диск и кидает клап. Она живет без них и несколько пальцев на руках. Сложно. Та поприце, Зоя зробила неможливое. И двичи стала паралимпийской чемпионкой. Зоя говорю, ты представляешь, что ты сделал. Ты вообще представляешь? Для меня лично вы примеры. Я вам аплодирую стоя, Зоя. Я начала щупать релиз, с помощью которого я должна раскрыться 500 метров. Не могу его нащупать. Чтобы прятать жизнь девочек и раскрыть ее парашют, он был готовый пожертвовать с собой. Вы могли этого не делать. А если бы правда с ней что-то случилось? Ну как потом, допустим, с этим жить, что ты мог, но ты там струсил? Бери кашку кушай. Давай, 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 давай. Дети это на первом плане у него. После той трагедии, которая случилась почти 13 лет назад. После смерти единого сына и разлучения, Руслан присвятил свое життя вихованию чужих детей. Вы единственный отец в Украине, который самостоятельно воспитывает десятерых мальчиков. Никто из героев даже не подозревает, какие сюрпризы ждут на них. Сюрприз, сюрприз. Этот автомобиль ваш. Ого, ничего себе. Край. Еще. Супер. Вы летите во Францию. Спасибо. Билеты в Испанию. Вы посмотрите, что в квартиру он. Что происходит? Да я, наверное, не скоро в это поверю. Это невозможно. Нереально? А я вам сейчас скажу, смотрите. Реально. Реально. Это как будто сон какой-то приснился. Только у цей студии творятся справжние дива. 40 лет вы ждали этого момента. 40 лет. Надюша, это ты. А також найромантичнейший сюрприз вечера. Гульнара Игоревна, ты будешь моей женой? Все это у найдобрейшему шоу Украины. Вже наступной пятницы о 20-й на телеканале СТБ.